Друзья, сегодня расскажу, как вернуть к жизни уже умерший старый кофе, который вдруг у вас завалялся в шкафчике. Вы просыпаетесь утром, другого варианта просто нет. И это кофе, который хранился в молотом виде. Давайте я его скрою. Пакет кофе, который у меня здесь, у него даже закончился срок годности уже 4 месяца тому назад. Я сейчас его понюхаю. Пахнет это, честно говоря, как будто бы понюхал пепельницу или очень старый бабушкин шкаф. Я придумал несколько методик, как восстановить совсем умирающий кофе. Я не рекомендую ни в коем случае пить кофе с истекшим сроком годности, но другого у меня просто нет, поэтому я буду на примере вот этого показывать. И сегодня способ номер один. Для этого вам понадобится вот такая замечательная сковородка. На самом деле, любая сковородка, смотрите внимательно до конца. Сейчас будет магия. Итак, установили сковородку на плиту. Вот так подносите руку, должен быть от сковородки уже исходить жар, но она не должна гореть. Даже я немножко добавлю, у меня маловато. Вот видите, пошел дымок. Сковородка сухая, чистая, полностью обезжиренная. Берем ваш кофе и насыпаем небольшое количество на сковородку, уже молотого кофе. И делаем буквально вот так. Смотрите, жарить кофе не нужно. Его нужно буквально слегка прогреть. Ничем мешать не нужно. Я плиту уже выключаю, сковородка раскалилась. Для того, чтобы кофе вдруг не пережарился, не появился горький вкус, просто слегка прогреваем и высыпаем на какую-то поверхность. Я сейчас возьму тарелочку. Вот, смотрите, высыпаю кофе на тарелочку. Все, кофе наш уже ароматный, совсем по-другому пахнет. Уже не пахнет пепельницей. Ему нужно дать полностью остыть и можно заваривать. Сейчас сравним до и после. Итак, в этой чашке кофе после прогрева. В этой чашке тот самый старый кофе, который у меня давным-давно валяется в шкафчике в молотом виде. Сравниваем аромат и делюсь с вами впечатлениями. Смотрите, здесь кофе стал пахнуть приятнее. У него исчезла вот этот такой прелый запах, который был про горки. Но вместе с тем, конечно же, теряется и часть кофейного аромата. Здесь кофе пахнет как кофе, ну просто есть кофейный запах. Ну и параллельно слегка вот такой вот старой пепельницей или старым шкафчиком. Поэтому решайте, конечно же, сами, но это один из немногих вариантов, как восстановить или вернуть к жизни слегка или полностью уже умерший кофе. Будут еще варианты, пишите, насколько вам такие ролики интересны.